Подожди, а там прям дырка? Да. Знаете, как маленький мук. Пока бежишь по делам, не потеряешь? То ли это бабуша, то ли это саба, то ли это мюли. Изымаем у дедушки эти сандалии. Всем привет, меня зовут Дарья Тарасенко, и сегодня я не побоюсь этого слова в девичьем раю. Мы в магазине Эконика, и вместе со стилистом Леной Сурковой разберемся, какую же обувь мы носим в этом сезоне, какие модели, цвета, фасоны, как это все называется, и как не сойти с ума, выбирая то, что нужно действительно вам. Лена, привет, ты пришла чуть заранее. Я не могла остановиться, мне нравится очень много. Рассказывай, что у нас здесь есть. Ну, в первую очередь, если вы хотите обновить летний обувной гардероб свой, обратите внимание на вот такую форму обуви, как мюли. Это прям свежий-свежий-свежачок. Вот, это будет очень современно выглядеть, актуально и по-летнему. Это такая обувь, чаще всего на каблуке, хотя может быть и без каблука, с открытой пяткой. Носок может быть как заостренный, так и круглый, открытый-закрытый, вообще неважно. Главная характеристика – это открытая пятка. Мне понравились эти, я в них влюбилась, они очень классные. И здесь такой прозрачный каблук, совершенно нереально. Мне кажется, благодаря ему образ будет вообще очень легким. Несмотря на массивный каблук, да, образ будет казаться очень легким. И приподнимать девушку над землей. Вот, и вообще сейчас актуальен декорированный каблук, каблук другого цвета, каблук какой-то архитектурный, сложный. Вот, например, я еще вот такой сандалик взяла. О, ничего себе. Да, вот с такой вот дырочкой, например. Подожди, а там прям дырка? Да. Да, то есть декорированный каблук – это как отдельный вообще аксессуар. Отдельный вид искусства. Отдельный вид искусства, да. Мне кажется, к твоему образу вообще идеально вот эти подойдутся. Я думаю, что стоит их померить под съемок. Да, мы обязательно это сделаем. Лен, скажи, пожалуйста, ты говоришь мюли. Вот еще несколько вариантов с открытой пяткой. Это все мюли? Нет, ну вот это что-то, это больше похоже на бабуши. Это восточная турецкая обувь, задник, а на плоском ходу. Ее характеристика является закрытый носок и вытянутый по-восточному, знаете, как маленький мук. Вот это история про бабуши. И на тему бабуши сейчас очень тоже много вариаций. В общем, самая главная тема сейчас – это открытая пятка. А носок может быть самым разнообразным. Каблук может быть, может не быть. Но когда тренд входит в моду, его границы очень сильно расширяются, и вариаций появляется огромное количество, и уже где-то непонятно, то ли это бабуши, то ли это сабы, то ли это мюли. То есть все смешивается, все миксуется очень сильно. Вот это мне напоминает, носочная часть мне напоминает, ну, слепоны, либо лоферы, но без задника. Кто-то их называет просто лоферы или слепоны без задника, кто-то также называет мюлями. Кто-то называет бабушами по типу турецкой обуви. В принципе, ошибки не будет. Главное, что это актуально. И то, что это прям надо. А это просто городские шлепки, вариации на тему городских шлепок или слайдеров. На плоском ходу или на маленьком каблучке, может быть. То есть так, чтобы просто ритм жизни активный, чтобы влететь в них и побежать по своим делам. Мне понравились вот эти. Мне кажется, они подходят сегодня под мой образ. Я их тоже примерю. Они очень классные. И плетение сейчас очень актуально. А здесь такая она яркая, контрастная плетенка. Кстати, а вот побежать по делам. Пока бежишь по делам, не потеряешь. Но надо выбирать по размеру, тогда не потеряешь. Все нормально будет. Еще один вариант актуальной обуви, это биркинштоки. Есть такая марка. Но сейчас мы тоже вошли в моду, как одни из самых удобных таких тапочек. Их можно носить в городе. Сейчас они, видите, декорированы по-разному. Там стоят еще в бархате. И сейчас еще делают сандалии на основе биркинштоков. То есть похожие на сочные части, на биркинштоки. Это тоже актуально. Вот у меня сегодня такие. Лен, я вот сейчас предполагаю, что обязательно найдется кто-то, кто подумает, у меня дедушка на даче в таких ходит, а вы мне говорите, по городу тут на работу по делам. Изымаем у дедушки эти сандалии и, в общем, делаем образ нормкор, который отрицает современную вообще воду. Вот, так что нормально все. Так, следующий, да? Давай, да, открытые пятки. Открытые пятки закончились. Сейчас я еще хочу сказать про обувь с использованием льна, с использованием плетения. Вообще все марки от масс-маркета до люкса сделали коллекции из льна. Лен это вообще материал сезона. И, конечно, вообще иконик в этом плане молодец. Они после рембрендинга просто потрясающий ассортимент выдают и все тренды учитывают. И у них, конечно же, есть обувь с использованием льна. Вот такие вот пересекающиеся широкие перепонки, это тоже актуальная история. А здесь такая широкая, достаточно высокая платформа, тоже супер. Вот, и вот это вот напоминает мне эскадрилье испанскую обувь только на платформе. Она какое-то время была очень-очень актуальна, а сейчас на этой теме появляются некие вариации. Вот, еще хотела сказать насчет вот этих ремешков. Сейчас много где используется, многие девушки переживают, что нога будет выглядеть массивно. Есть маленький секрет. Вы застегиваете не вплотную к щиколотке, а на несколько делений больше. И таким образом, чтобы вот этот ремешок прям болтался на щиколотке. Да, чтобы немножко, ага, дать свободу ныне. Да, будет создаваться иллюзия худой ножки, потому что ремешок болтается. То есть такая вот история классная, интересная. Вот, ну вот эти вот мне очень-очень понравились. Еще хочу обратить внимание на некоторые изменения в тенденциях. Какие бы есть похожие варианты, но на какие бы я больше обратила внимание. Какое-то время назад в моду вошли оксфорды и броги. Это оксфорды, это просто а-ля мужская классическая обувь, а броги это перфорация на вот этой, на оксфордах. В общем, разница в этом. И какое-то время назад актуально были на такой вот тонкой подошве. Но сейчас больше тенденция все-таки к уш, так скажем, к уширочению этой подошвы. То есть чем массивнее, чем она жестче, поплотнее, повыше будет, тем лучше. То есть вот эта модель более актуальна, на мой взгляд, чем эта. И будет более стильно и эффектно смотреться. Или, например, можно вот такие вот ботиночки заменить на лоферы. Да, это без перфорации, просто с такими вот кисточками. Вот, если вообще без кисточек, они называются пенни лоферы. Вот, то есть это то, что вообще нужно и осенью, и весной, и летом. С нашим сибирским летом это будет актуально и летом. Насколько долгосрочная эта инвестиция? Я думаю, очень надолго. Сложно мне сказать по количеству лет, но вы успеете эту обувь износить точно. Вот, несколько лет сто процентов, а возможно, вообще в Европе это уже классика, которая не выходит из моды очень долго. Это к нам только недавно это все пришло. Вот, в Европе это на мой все время и всегда такое ощущение, что носили. Вот, я говорю именно про броги и про лоферы. На мой взгляд, это уже не выйдет. А мюли это свежая история, она надолго задержится, она только начинает свое развитие, будет еще огромное количество вариаций, миксов с мюлями и так далее. А, то есть здесь можно успеть на вот эту волну? Да, 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 прям успевайте, покупайте этим летом, чтобы носить подольше, и чтобы оба в себя оправдала свою стоимость. Вот, еще один вариант хотел показать, ну, так скажем, тенденции, да, балетки. Да, сейчас они немножечко, так скажем, в аутсайдерах, то есть многие стилисты их не любят, говорят, что ну, не носите балетки, убирайте. А в Европе это считается постоянной классикой, но если вы хотите быть актуальными, лучше заменить балетки на такие лодочки без каблука, я их называю. Чаще всего они идут с острым носком, но сейчас еще тенденция идет к такому квадратному, мягкому квадратному. Да, вот, это более актуальная история, более современная, если вам идет острый носок. Как понять, что мне идет острый носок? Обратиться к стилисту. Ну, вообще, надо смотреть по геометрии тела и лица. Да, если очень-очень-очень просто, то если в теле и в лице доминируют прямые линии, угольности разные, скорее всего, острый носок пойдет. Если плавные, круглые, скругленные, мягкие линии доминируют в теле, фигуре, в лице, то, скорее всего, нужно будет более скругленный вариант. Да, балетки можно заменить на вот такие слепоны, да, они так же мягкие, так же удобные, но просто это будет более современно выглядеть, и образ будет актуальным даже с простыми вещами. Вот, еще последнее, что хотела бы сказать про изменение тенденций. Часто в гардеробах, ну, вот это более-менее актуальная модель, но я не очень люблю платформу, вот туфли на платформе, вот, поэтому мне как бы всегда это ассоциируется с такой бабушковым стилем, вот, и я призываю всех девушек, молодых женщин, кто не хочет прибавить себе несколько лет визуально, заменить такую обувь вот на такие варианты. Либо вот классические лодочки, кстати, такого лавандового цвета, самый актуальный цвет сезона, вообще здесь самые актуальные цвета сезона вот представлены. Фрешик такой, очень приятное впечатление. И вот в лодочках есть такой нюанс, на который обратите внимание, чем они открытие, тем они на ноге будут смотреться лучше. Вот, то есть смотрите, чтобы, может, с обеих сторон вот эта вот открытая такая выемка, вот, то есть это ноги будут стройнее, эффектнее и так далее. Но если вам не идет ластер-носок и тонкий каблук, то вот еще одна актуальная модель, обувь со скругленным уже носком и с такой вот, таким ремешком на щиколотке. Тоже суперактуальная модель, мне она очень нравится, она нереально удобная. И здесь я выбрала именно это, потому что каблук другого цвета, другой фактуры, это очень круто. Вот. Так, и еще раз закрепи про лайфхак, про худую ногу. Да, 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 худую ногу, чтобы ножка выглядела стройнее, да, нужно немножко расслабить его, чтобы он не прижимался близко к щиколотке. Будет тогда иллюзия худой ноги и большого ремешка. Лена, ну, настоящий мастер-класс, настоящее погружение с головой в мир обувных названий, трендов, цветов и их отличия. Спасибо тебе большое. Ну, мы не можем не воспользоваться ситуацией и не померить чего-нибудь красивого. Собственно, мы удаляемся. Это тебе. Спасибо. Спасибо.